Привет. Можно тебя на минутку? Это важно. Нам нужна твоя помощь. Представь себе, что ты блуждаешь в открытом космосе, в поисках разумной жизни. Твои странствия длятся довольно долго, поскольку космос — это, скажем так, огромное пространство. Тебе уже удалось обнаружить миллионы абсолютно безжизненных планет. И вот перед тобой возникает она — планета Земля. Крохотный островок в бескрайних просторах, крупинка, покрытая водой, скалами и почвой, и окруженная тончайшей вуали воздуха, которым мы можем дышать. Наверное, где-то там в космосе могла бы зародиться жизнь, но здесь, на Земле, она повсюду. На суше, в воде, в воздухе, растения, насекомые, птицы, рыбы и другие живые создания. Кто-то прекрасен, а кое-кто, скажем честно, жутковат. И люди, видимо-невидимо людей, таких же, как ты и я. И это прекрасно, относительно разумная жизнь. А люди — мы точно такие же, как и все остальные живые существа на Земле. Мы зарождаемся из крошечного семени и при благоприятных условиях растем и становимся взрослыми. Для всего этого нам нужны очень простые вещи. Это чистая вода, свежий воздух и здоровая пища. Без них мы долго не протянем, несмотря ни на какие смартфоны. Хорошая новость заключается в том, что на Земле всего этого достаточно для всех нас. Плохая новость в том, что на нашем пути возник ряд проблем. Первая проблема — это изменение климата. То, как мы живем на Земле сейчас, наносит ущерб самим основам нашей жизни. Топливо, которое мы сжигаем, душит атмосферу. У нас заканчиваются источники чистой питьевой воды. И все это взятое вместе меняет погоду. Но это еще не все. Вторая проблема — неравенство. Некоторые люди имеют куда больше, чем им нужно. При этом у большинства людей нет даже самого необходимого. Это приводит к появлению нищеты, очень несправедливого явления. У миллионов людей нет доступа к вакцинам, способным предотвратить серьезные болезни, или вылечить их, если они уже заболели. Кое-где дети жалуются, что им приходится ходить в школу. Но в некоторых регионах мира миллионы детей вообще не могут пойти в школу. Разве это справедливо? Суть в том, что эти проблемы порождаются нами. Именно мы можем исправить ситуацию, если будем работать вместе и станем более изобретательными. Позволь мне пояснить. Если подумать, то все живые создания обладают сверхспособностями. Птицы могут летать. Мы не можем. Собаки могут чуять запахи, которые нам недоступны, хотя иногда это к лучшему. Растения поглощают газ, которым мы не можем дышать, и превращают его в воздух, которым мы дышать можем. Но люди обладают силой, которой у других живых существ нет. Мы самые творческие существа в мире. Наши головы полны идей, и более того, мы с успехом воплощаем их в жизнь. Обладая этой силой, мы уже не раз изменяли весь мир и решали тысячи проблем. Так что сейчас мы можем сделать это снова. К счастью, мы знаем, как решать основные проблемы нашей планеты. У нас есть план задачи, решить которую мы сможем только с твоей помощью. В мире есть одна организация, представляющая народу 193 стран, деятельность которой полностью посвящена тому, чтобы мы жили в мире и работали сообща. Ты, наверное, о ней знаешь. Это организация объединенных наций. Она только что провозгласила общемировые цели устойчивого развития. Это 17 целей, которые призваны защитить нашу планету от изменения климата и сделать мир более безопасным, честным и справедливым для всех. Нам необходимо достичь эти цели к 2030 году. Тот факт, что у нас с вами есть план действий для решения общих проблем, означает, что в ходе их решения мы можем с ним сверяться. 2030 год не так уж далек, и поэтому нам нужно будет делиться друг с другом мыслями и идеями по решению проблем, стоящих перед всем миром. Мы можем начать с того, чтобы сделать эти цели известными всем и каждому. Так что ознакомься с тем, в чем они заключаются, и расскажи всем своим друзьям, и попроси их рассказать о них всем остальным. Потом, и это самое интересное, посмотри, можешь ли ты сделать что-нибудь практически осуществимое, чтобы оказать реальную помощь. Если мы прекратим попросту расходовать еду, воду или электроэнергию, это поможет защитить нашу планету. Если мы все сплотимся вокруг людей, к которым относятся несправедливо, и будем взаимно уважать права человека, это тоже значительно изменит мир к лучшему. В общей сложности перед нами стоят 17 целей, поэтому ты можешь помочь самым различным образом. Прежде всего мы нуждаемся в новых идеях и новых способах выполнения стоящих задач. Как насчет того, чтобы и девочки, и мальчики в равной мере чувствовали себя в безопасности, находились в кругу одних и тех же друзей, и могли бы ходить в одни и те же места? А что, если нам удастся найти новые способы делать воду чище, чтобы она стала питьевой? Или мы сможем возвращать в оборот все отходы нашей жизнедеятельности? Как ты думаешь, что еще мы могли бы сделать? Мы все живем на Земле, а Земля дает нам возможность жить. На Земле живут много различных культур, но у нас только одна планета. Если мы будем заботиться о ней и друг друге, и делиться тем, что мы производим справедливо и вдумчиво, то у нас будет все, что нам нужно. Когда-нибудь мы, возможно, обнаружим разумную жизнь на других планетах. Но пока что давай посмотрим, что мы можем сделать, чтобы всем нам было хорошо здесь, у нас дома, на Земле. Редактор субтитров А.Семкин